О да, ребята, мы снова здесь с очередным выпуском. И сегодня мы поговорим о том, что фактически безумие только усиливается. Бычье безумство, огромнейшее, чудовищнейшее кино для медведей, становится все больше и сильнее. И это принтер Тезер. Это страшнейший кошмар для всех медведей. И медведям не уйти. Медведям просто некуда бежать, они в ловушке. Совершенно. По мере того, как биткоин возвращается, а эфир, кстати, пампит, очень замечательно видеть, как эфир на самом деле отставал, а теперь начинает догонять. Мы видим, как монеты, такие как Блёр, отхватили отличный 30% памп. Мы видим, как Пюс показал отличный 32% памп. И даже Радикс продолжает помповать с неплохими 12%. Самое главное, мы наблюдаем медвежий настрой, несмотря на проблемы с Бинансом. Несмотря на ситуацию с Бинансом. Вы видите, как все сильно прет. Какой сильный бычий рынок. Но когда ежедневно мы наблюдаем твиты, подобные этому, и как написано в заголовке, вы видите мой заголовок? Тут написано «Ебать копать». Ребята, ебать копать, как все разгоняется. И это не единственное, что мы видим. Тезер также печатает, и он печатает, как бешеный принтер. Всего лишь день назад был миллиард, до этого был еще миллиард, потом еще миллиард, и еще миллиард. И это все происходит очень и очень быстро. Посмотрите на капитализацию Тезера. Вы ведь знаете, что мы это делаем, так как это один из важных сигналов. И вы видите, что он теперь прорывается вертикально. Он теперь не плавная кривая, а буквально выглядит вертикально. И это будет продолжаться, по мере того, как мы всеобъемлемо погружаемся в этот бычий рынок. Все глубже, глубже и глубже. Но важно заметить, что некоторые индивидуумы пытаются разводить СНС. Мол, из Бинанса происходит большой отток, но вы должны запомнить. Да, у Бинанса есть некоторые проблемы с тем, как сейчас погасить этот штраф. Но у них все должно получиться, у них есть все виды активов, не активы пользователей. Да, пользовательские активы составляют более 60 миллиардов. Но если говорить об их корпоративных активах, которыми они будут расплачиваться, ведь очевидно, что они не могут взять и загнать бабки пользователей. У них достаточно и своих. В общем, с Бинанса утек 1 миллиард. Но посмотрите на картину целиком. На бирже по-прежнему осталось 67 ердов. Так что сколько это? Около 2% всего лишь утекло на этих огромных новостях, что Гендир уходит. Их обвинили в несоблюдении законов об отмывании денег, и теперь им предстоит заплатить 4 миллиарда штрафа, а у них утекло 1 миллиард. Это ерунда. Абсолютная фигня. Итак, к новостям. У нас есть замес в регуляторной сфере, в котором Coinbase запрашивает у SEC разъяснение о том, какими правилами они руководствуются. Они недавно публиковали письмо, в котором сообщают, что они обратились в суд, чтобы суд вынудил SEC создать правила и руководство. И это важно. Они говорят, что только приказ суда может заставить комиссию действовать. Coinbase выпрашивает правила. Обычно Гарри Генслер говорит, что крипто не спешит быть регулируемым и не хочет эти правила. Но Coinbase буквально, буквально, буквально выпрашивает эти правила. Они их просят, как никогда ранее не просили, чтобы получить ясные правила, как им действовать. Короче, они говорят, пожалуйста, дайте нам правила. Где правила? Нет правил. А если правил нет, но вы приходите и нагибаете разные проекты, то получается очень плохая ситуация. Нет, верховенство закона, творится беспредел, и это именно то, что сейчас и происходит в США. А еще зацените, они будут стараться утвердить CBDC. Очень сильно, потому что они видят, как крипто становится все больше и больше. А после этого бычьего рынка крипто станет настолько большим, что легионы узнают об этом бычьем рынке и о крипто. Так что политики начинают продвигать эту историю все сильнее. И вот как они это сделают. Давайте сначала покажу вам, а после мы это обсудим. Это важно. То, что банки делают неправильно, и то, что, если подумав, мы можем исправить в цифровом мире, то ответ, конечно, да. Но в этом случае давайте сделаем цифровые валюты Центробанков. Вы за? О, за цифровые валюты Центробанков? Да. Я думаю, для нас пришло время. То есть буквально... Ведь дело в том, что каждая бумажная купюра... Не монета, а бумажная банкнота имеет свой номер. Так что буквально это же мы готовим и для блокчейна. С валютой. Мы именно так собираемся все сделать? Смотри, я вижу это с точки зрения той проблемы, которую мы пытаемся решить. И если проблема заключается в том, что нужна возможность отправлять деньги быстро и практически беспрепятственно по всей стране, делать это быстро, отправлять по всему миру, иметь возможность отправить братишки из Аргентины. Если в этом вашем задача, то ее решат центральные валюты Центробанков. И для этого вам совершенно не нужны стейблкоины. У вас ведь уже будет доллар. Ребят, но в итоге она говорит полуправду. Она говорит, что... Смотрите, все криптоманы говорят про быстрые транзакции и так далее. А ЦВЦБ для этого даже лучше. Она говорит, вам не нужны стейблкоины, ведь есть ЦВЦБ. Хотите отправить денежки в Аргентину? ЦВЦБ. Она говорит полуправду. Это значит, что рисует картину с нашими аргументами, с аргументами своего оппонента, а в данном случае аргументами криптоиндустрии. А затем подмешивает говна, умышленно, уводя от основной сути. Потому что ведь идея не в том, чтобы совершать мгновенные платежи. Очевидно, это часть крипта. Это большая часть крипта. Но это лишь часть решения. Другая же часть решения в том, что валюта не контролируется властями. Что она принадлежит вам. Что вы имеете контроль над деньгами, а деньги эти не инфлируют. И так далее, и тому подобное. И это, вероятно, 70% всей ценности. А затем уже факт того, что вы можете мгновенно отправлять и видеть статус транзакции на веб-сайтах или блокчейн-эксплорерах так же мгновенно. Это большой плюс. Может быть, это 30%, а остальные 70%. Это факт того, что вы обладаете всеми остальными чертами. Подумайте сами. Если бы биткоин был бы очень медленным, и на отправку ходил бы не один час, а, допустим, 12, но при этом он имел бы все те же самые свойства. Такой же классный, как он и есть. Вы бы его использовали? Конечно. Конечно же. Ведь долгие отправки не исключают возможности сохранения ценности. Это все равно быстрее, чем отправить золото через всю планету. Это быстрее, чем все остальное. Это быстрее, чем отправить сертификаты на недвижимость через весь мир. Так что, говоря о возможности сохранения ценности, при этом оставаться независимым на власть, они об этом никогда не говорят, но это огромный и огромный плюс. При этом они всегда аргументируют, что «О, он такой медленный! Он такой волатильный!» И, кстати, ребятки, хочу приготовить вас ко дню благодарения. Вам это нужно распечатать. Идите и прямо сейчас распечатайте. Так как праздники уже на носу, а у вас будет много и много объяснений и аргументов о крипто, и в разговорах вы будете доминировать. Если вы знаете, если вы знаете, ребята, вот это, вот это. Здесь перечислены все проблемы, которые могут всплыть во время разговора, скажем, возможно, с вашим дядей или с вашей безумной бабушкой, которая на вас снова нападет за покупку биткоина и инвестирование в финансовые пирамиды. Но теперь вы будете знать абсолютно точно, как отразить любую из атак от любых ваших приятелей в любой момент во время приходящих праздников. Итак, ваш братишка может сказать, что биток не обеспечен ничем. Классика. Ребята, это классика. И что же вы скажете? Он обеспечен стеной криптоэнергии и кибершершнями. Вот что в точности вы должны сказать. Если вы забудете эту фразу и эти стишки, просто возьмите, распечатайте и держите с собой. Слишком волатилен. Ваш дядя вменяет ему слишком большую волатильность, очень большую волатильность. Только для дебилов. А вы говорите, в этом году акции были еще более волатильны. Особенно с учетом величины биткоина. Вот и все. Вот и все. Ваш сосед впаривает то, что биткоин потребляет слишком много энергии. Чувак из Гринписа, и ему не нравится, что на биткоин уходит слишком много энергии. А вы должны ему сказать, что, слушай, чувак, тебе на самом деле надо любить биткоин, потому что он великолепно подходит для восполняемых источников энергии. Ведь такие компании могут манить биткоин и быть более прибыльными, когда не могут продать избытки производимой ими энергии. Потому что в энерго рынке никогда не бывает стопроцентного совпадения между спросом и предложением. Ведь это действительно очень круто и великолепно. Но вы также можете сказать, что и классические финансы используют в разы больше фантастика. Дальше, кто-то может сказать, что он не контролируется никем. И это правильный ответ. Ведь в точности именно из-за этого он был создан. И это делает его лучшими деньгами, чем все возможные другие. Но кто-то еще может сказать, может, тетя ваша скажет, его забанит правительство, возьмет и забанит. А вы скажете, все дело в географическом арбитраже. Если одна страна забанит, то какая-то другая разбанит. В биткоине так много денег, а идея настолько сильна, что всегда найдется страна, которая встретит его с распростертыми руками. А это значит, что если вы забаните биткоин, вы забаните не биткоин, а забаните себя от биткоина. Вот что это значит. Вы не кого-то от биткоина забаниваете, а вы себя баните от биткоина. Вот как это работает. Дальше. Кто-то может сказать, а что же там по квантовым компьютерам? Квантовый компьютер на горизонте? Ну вот и че. А вы такие, во-первых, коды запуска ядерных ракет и биржи NASDAQ пострадают первыми до биткоина, первое. А второе, легко перейти на устойчивые к квантовым компьютерам алгоритмы. Это не проблема. Дальше, кто-то может сказать, золото лучше, ему 5000 лет, бла-бла-бла. Вы можете сказать, смотри, золото относительно редкое. Мы можем найти астероиды, битком забитые золотом. Возможно, образуется целая индустрия, направляющая экспедиции в космос для добычи золота. Пару лет назад мы говорили об этом, и люди считали это безумным. Но сейчас ситуация настолько изменилась, что Илон Маск отправляет ракеты в космос и обратно каждый день. Его спутников в космосе больше, чем у любой другой страны. Дай ему еще 5-10 лет, и он начнет добывать золото на астероидах и привозить его обратно. Это произойдет вопрос лишь времени. Также вы можете найти золото и на Земле. Но что более важно, когда цена золота значительно поднимается вверх, добытчики увеличивают его добычу. Таким образом, чем больше растет спрос, тем больше растет и предложение. Ведь становится его добыча более прибыльным, а инвесторы, которые ранее были убыточны, начинают инвестировать больше, потому что теперь это приносит прибыль. Таким образом, у золота имеется эластичность предложения. То есть при большом спросе предложение может вырасти. А с биткоином, неважно какой спрос, огромный ли он, либо его нет, инфляция установлена в его коде. Таким образом, он полностью управляется своим исходным кодом. Так что если спрос на золото и на биткоин попер со всех щелей, то биткоин улетит к луне, потому что его невозможно добыть больше, его невозможно добыть быстрее. И это очень большая разница. Итак, дальше. Кто-то может сказать, а что по поводу криминала? Ведь они используют биток повсюду. Что вы скажете? А вы скажете, он не анонимен, это публичная книга. Это плохо для криминала. Другой скажет, о, смотри, это не анонимно. Что ж, еще раз, он никогда не был анонимным, это публичная книга. В общем, ребят, вот вам бинго-листок, а в комментариях напишите, сколько бинго-ответов вам пригодилось за эти праздники. Жгите напалмом. Субтитры сделал DimaTorzok